Именно вы можете спасти чью-то жизнь. В период новой вспышки коронавирусной инфекции нехватка донорской крови и ее компонентов обострилась. С ростом числа заболевших снижается и активность доноров. Донор со стажем Роман Борисов знает об этом не понаслышке. Сдаю, потому что кому-то это поможет в раз в два месяца, наверное. С 2018-2018 года. Ну, как получается, конечно. Кто-то должен был в сентябре, но мы делали прививку, поэтому сказали подождать. Сдавать кровь в отделении абсолютно безопасно. А после прививки или перенесенной болезни главное – выдержать необходимый срок. По его истечении никаких противопоказаний для сдачи крови у этих людей нет. В течение 28 дней, как нам говорят, опять же, производители этой прививки, ну, конкретно там и Ковивака, и Спутника, я так понимаю, что примерно принцип действия один и тот же, вот, 28 дней должно пройти для того, чтобы выработался иммунитет. И в течение этих 28 дней минимум, но теперь мы уже, да, ограничили срок 30 дней уже, чтобы наверняка, как говорится, в течение этих 28 дней кровь сдавать нельзя. Я в силу того, что как раз-таки иммунитет может не выработаться в должной мере. А вот, как эти 30 дней проходят, соответственно, мы уже берем без проблем кровь. Чтобы компенсировать нехватку крови, в отделении Одинцовской областной больницы проводят дни донора. В эти дни кровь могут сдать коллективы предприятий и организаций. По словам заведующей отделением, сейчас важен каждый желающий. Вспышка опять очередная. Это первое. Ну и второе, собственно, у нас впереди все-таки, как говорится, как ни крути, да, новогодние праздники будут. И за эти вот два месяца, получается, ноябрь-декабрь, нам нужно максимально активизироваться и как можно больше, да, нам пополнить наш банк крови. Это очень важно для того, чтобы наши пациенты не страдали, получали все необходимые компоненты крови. Вся донорская кровь используется в медучреждениях на территории Одинцовского округа и Подмосковья. Участникам акции предоставляются льготы, предусмотренные законодательством.